На небосклоне Самарского образования загорелись новые звезды. 36 педагогов города стали лучшими в профессии. Один из лидеров образования Рафаэль Файрушин. Он уже 4 года работает учителем физики. Говорит, еще в детстве решил, что продолжит династию педагогов. И пока другие дети через заборы лазили, он помогал родителям проверять тетрадки. Рафаэль постоянно в поисках новых педагогических технологий и методов образования. Сегодня он стал лучшим учителем года на городском этапе конкурса профессионального мастерства. На самом деле я пришел в конкурс не для того, чтобы стать лучшим, а для того, чтобы стать лучшим. Конечно, очень приятно стоять на сцене, когда тебя награждают. Но теперь для меня выпала такая честь представлять наш город на областном этапе этого конкурса. И я постараюсь, конечно же, оправдать доверие. Конкурс «Лидер образования» проводится уже в 17-й раз. В нем выбирают лучших среди воспитателей, классных руководителей, учителей и педагогов дополнительного образования. Наградила благодарственными письмами и подарками лидеров глава города Елена Лапушкина. Я считаю, что человек, который занимается преподаванием, занимается воспитанием, и сам должен быть всегда в процессе образования, саморазвития, он должен интересоваться всем новым, саморазвиваться и, соответственно, зажигать этим и своих воспитанников. Одна из ключевых задач конкурса – раскрыть профессиональные и творческие способности учителей. Выступает, скажем, один, казалось бы, учитель, один класс руководитель, но за плечами, как вы поверьте, да, это работа, так сказать, целого коллектива. Сейчас победителям городского конкурса предстоит побороться за звание лидера в областном этапе. Мэри Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.